Всех приветствует канал Компьютерная Академия и наш новый партнер сайт gagadget.com. В сегодняшнем видео лучший смартфон по цене до 200 долларов. Пока производители заваливают рынок новыми смартфонами, старые продолжают дешеветь. И постепенно в ценовой категории до 200 долларов собралась и интересная компания. И этот сегмент прочно занят китайцами, и мы расскажем, на какие модели стоит обратить внимание. Итак, поехали! Итак, первый гаджет нашего видеообзора. Категория «Лучший выбор» Asus Zenfone Max Pro M1. Asus смогла создать один из самых долгоиграющих смартфонов на рынке, а после падения цен Zenfone Max Pro M1 стал еще более привлекательной покупкой. В аппарате установлен качественный 6-дюймовый Full HD экран 18 на 9 без вырисов, а за производительность отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 636. Он подходит для любых задач, требовательные игры спокойно идут на средних настройках графики. В наш бюджет вписывается базовая версия с 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной флеш-памяти. Тыловая камера двойная. 13-мегапиксельный модуль с диафрагмой 2х2 работает в паре с 5-мегапиксельным модулем для размытия фона в портретном режиме или режим Bokeh. В нем можно получить хорошее фото, но при слабом освещении детализация резко падает. По качеству снимков Asus Zenfone Max Pro M1 уступает некоторым конкурентам. Над экраном расположилась простая фронтальная 8-мегапиксельная камера. Она может использоваться для разблокировки по лицу, но эта функция не работает в темноте, это понятно. Привычный сканер отпечатков пальцев тоже имеется. За металлической задней крышкой скрывается аккумулятор, достойный емкостью в 5000 мАч. На одной зарядке смартфон легко продержится 2 дня. Также есть NFC у этого аппарата для бесконтактной оплаты через Google Pay. Если встроенного накопителя кажется недостаточно, можно вставить карту памяти microSD. Она не мешает использовать две сим-карты. Итак, 4 причины, чтобы купить данный аппарат. Отличная автономность, хорошее железо за эту цену, отдельный слот microSD и система NFC. Две причины, чтобы не купить. Не лучшие камеры, ну и простоватый дизайн. Но выбор на нашем канале все равно есть. Идем дальше. Переходим к рассмотрению следующего гаджета. Категория альтернатива. Xiaomi Redmi 7. Итак, аппарат немного потерялся на фоне своего старшего брата Redmi Note 7. Потому что все ждали компактный бюджетник, но Xiaomi решила выпустить еще один большой смартфон. Redmi 7 получил 626 дюймовый дисплей со отношением сторон 19,9 и каплевидным вырезом. Да, HD разрешение 1520 на 720 пикселей при такой диагонали не предел мечтаний. Зато экран стал ярче и контрастнее в сравнении с прошлогодним Redmi 6. Восьмиядерный процессор Snapdragon 632 справляется с любыми задачами, если только не замахиваться на максимальные настройки графики в тяжелых играх. В продаже есть базовая версия, базовая модель с памятью 2.16 гигабайт, но этого может не хватить на установку всех нужных приложений. Самым оптимальным вариантом будет версия с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной. А тройной лоток позволяет одновременно использовать карточку памяти microSD и две симки. Прекрасное решение. Корпус Xiaomi Redmi 7 полностью пластиковый. Задняя глянцевая крышка как магнит собирает царапины, но в коробку к смартфону положили силиконовый чехол. Кроме классического черного доступны два градиентных цвета, это синий и красный. Последний встречается не так часто. Основная двойная камера состоит из 12-мегапиксельного модуля с оптикой 2х2 и вспомогательного 2-мегапиксельного сенсора для размытия фона на фотографиях. Эффект боке. Днем получаются хорошие снимки. Неплохо работает HDR, но при недостаточном освещении детализация падает. Большого прогресса в качестве съемки мы не заметили. Тот же Xiaomi Redmi Note 5 снимает лучше. Ну вот как-то так. Фронтальная 8-мегапиксельная камера поддерживает программный эффект боке. Тоже прикольно. Ну а теперь аккумулятор. Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает два дня работы при общих 7 часах активности экрана. Достойный результат. Полная зарядка через порт microUSB занимает около полутора часов. Стандарт Quick Charge 3.0 не поддерживается. Это хорошо. Мнение нашего канала. Ну и в комплекте идет зарядочка. Блок питания 5 Вольт 2 Ампера. Нормально. На верхнем торце остался инфракрасный порт для управления техникой. А под экраном находится едва заметный индикатор событий. Как всегда NFC и Wi-Fi 5 ГГц, увы, не завезли. Итак, три причины, чтобы купить данный аппарат. Шустрый процессор. Долго аппарат работает. И выделенный слот для microSD карточки. Прекрасно. Ну, две причины, чтобы не покупать. Нет NFC и глянцевый пластик легко царапается. Но выбор все равно есть. Ну а теперь следующий гаджет. Смартфон А бренда. Samsung Galaxy A10. Итак, мы часто рекомендуем присмотреться к старым моделям Samsung. Потому что после падения цены они оказываются интереснее новинок. Но не в этот раз. На фоне Galaxy J6, J6+, новый бюджетник Galaxy A10 не только выглядит современнее, но и работает быстрее. Внутри используется восьмиядерный процессор Exynos 7884, который тянет даже ресурсоемкие игрушки на минимальных настройках. И хотя 2 гигабайта оперативной памяти порой не хватает, но в повседневном использовании смартфон не раздражает тормозами. Вытянутый 6,2-дюймовый HD дисплей с аккуратным вырезом сверху остается читаемым на солнце. Если накопитель на 32 гигабайта будет маловато, можно вставить карточку microSD. Для нее предусмотрен отдельный слот. Это очень хорошо. Камера. Задняя камера 13-мегапиксельная с диафрагмой 1,9 показывает очень хорошие результаты днем. При плохом освещении детализация теряется. Ну и у старших моделей, например, Galaxy A20 или A30, ночные фотографии получаются не сильно лучше. Фронтальная камера на 5 мегапикселей поддерживает разблокировку по лицу, а вот привычного сканера отпечатков пальцев в Galaxy A10 вы не найдете. Аккумулятор. Емкость аккумулятора составляет 3400 мАч. Полной зарядки хватает на 1,5-2 дня автономной работы при средней нагрузке. Устройство поставляется с фирменной оболочкой One UI на базе Android 9. NFC не завезли. Также и поддержку Wi-Fi 5 ГГц тоже не завезли. Ждем-с. Пластиковый корпус с глянцевой задней панелью достаточно марки и подвержен царапинам. Зато доступны сразу три цвета. Черный, синий, красный. Основной динамик разместился на тыльной стороне, и когда смартфон лежит на ровной поверхности, звук сильно приглушается. Ну вот как-то так. Но вот зато есть три причины купить данный аппарат. Красиво выглядит, это точно. Автономность хорошая, до двух дней без подзарядки. Ну и отдельный слот microSD. Это прекрасно. Ну а теперь три секретных причины, чтобы не брать этот аппарат. Марка задняя панель. Это не самое главное. Нет и не все сканеры печатков. Ну как-то так. Ну и неудобное расположение динамиков. Продвигаемся далее по нашему видеоролику. И сейчас Android One для народа. Xiaomi Mi A2 Lite. Итак, Xiaomi Mi A2 Lite выпускается по программе Android One. И в течение нескольких лет будет получать регулярные обновления системы. Единственное, чем придется пожертвовать, это NFC. Мы знаем, что смартфон создавался на базе китайского Redmi 6 Pro. Но для международной модели компания могла поднапрячься и добавить поддержку бесконтактных платежей. Ну это как-то так. Итак, Xiaomi Mi A2 Lite оснащен 5,84 дюймовым дисплеем Full HD+. Соотношением сторон 19 на 9 и вырезом сверху. Мода на челке не обошла стороной Xiaomi. Сердцем смартфона стал любимый восьмиядерный процессор компании Snapdragon 625. После падения цен в рамках бюджета можно позволить себе не только версию с 3 гигабайтами оперативной и 32 встроенной памяти, но и на вариант 4,64 гигабайта. Это неплохо. И отдельное спасибо за тройной лоток для двух сим-карт и microSD карточки. Прекрасный вариант. Ну а теперь камеры. Задняя камера сдвоенная. Основной 12-мегапиксельный модуль показывает хорошие результаты днем. Вечером качество фотографии немножко падает. Здесь Xiaomi Mi A2 Lite недалеко ушел от своих конкурентов. Дополнительный 5-мегапиксельный сенсор предназначен для создания эффекта боке. Фронтальная камера на 5 мегапикселей ничем особо не выделяется. Автономность. Довольно-таки неплохая. Автономность не подкачала. Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает в среднем 2 дня работы в автономии. Быстрой зарядки нет. Она в принципе и не нужна. Не надо мучить свой аккумулятор. Итак, три причины, чтобы купить данный гаджет. Хороший экран, если не смущает вырез. Неплохая автономность. И отдельный слот для microSD карты. Ну а теперь три причины секретные, чтобы не покупать данный аппарат. Это вторичный дизайн, нет быстрой зарядки и нет системы NFC.